Развитие событийного туризма в провинциальных городах Урала – тема одновременно сложная и интересная. На примере Камышлова, который уже второй раз принимает у себя международный джазовый фестиваль «Урал-Терра-Джаз», мы попытались разобраться, в чем заключаются особенности организации подобного масштабного мероприятия на базе небольшого города. Не секрет, что часто инициатива на местах постепенно сходит на «нет», не получив поддержку на высшем уровне. Однако заручиться ее может любое действительно хорошее начинание. Я была в прошлом году в числе тех, которые поддержали проведение этого фестиваля, потому что впервые в Восточном округе, в Камышловском городском округе такое намерение провести фестиваль джазовой музыки. И, конечно, я была в числе тех, кто поддержал Михаила Николаевича, Владимира Владимировича Крамера, который просто фонтанировал теми идеями, которые как могли пока в прошлом году воплотились. Конечно, я была в числе Орбкомитета, который с намерениями все эти осуществлял, насколько возможно, и мы поддержали Михаила Николаевича. Ну, конечно, самое главное ответственность легла на плечи главы городского округа. Ему труднее всех было, потому что он принимает гостей, он отвечает за всю повестку. Ну, это мой округ, я сюда приезжаю регулярно, и не только в день города, и на рабочие совещания, и различные мероприятия, а не приехать в день города, это было бы совсем неправильно. Комплексная работа городских служб, активное взаимодействие различных структур и комитетов, грамотное использование административных ресурсов на всех уровнях – вот далеко не полный список составляющих успеха фестиваля. Подготовка этого мероприятия также невозможна без поддержки областного правительства. Мы поддерживаем этот фестиваль, ну, кроме определенных там, так сказать, идеологических и организационных усилий, есть моменты, связанные с транспортным обеспечением. Ну, и, наконец, да, и надо сказать, что, конечно, там в ряде программ региональных район участвуют, и получаемые средства тоже имеют возможность каким-то образом отправлять на это. Вообще-то, по большому счету, мы достаточно серьезные усилия сейчас предлагаем для того, чтобы мероприятия проходили не только в Екатеринбурге. Мне не нравится очень противопоставление, вот, вы знаете, вот, Екатеринбург, область области, где Екатеринбург, и там, где больше мероприятий, где меньше, они везде должны быть, везде должны быть разные, Екатеринбург – это один масштаб, но если не будет реальной культурной жизни в области, то, конечно, ну, трудно о чем-либо говорить. И Камышлов в этом отношении очень вовремя и к месту, и надо это, безусловно, поддерживать, мы это будем поддерживать. Так же, как и фестиваль Чайковского, который в Алапаевском районе недавно проходил, так же, как там фестиваль Куджавы, который в Тагиле проходил и так далее, нам очень нужно, чтобы мероприятия шли по области в целом. И чтобы жители, вот, кстати, год культуры, хочу всем напомнить, как не навязчиво, очень важно, чтобы жители небольших городов имели возможность видеть что-то настоящее, серьезное. Потому что, так сказать, попса – это явление, ну, так сказать, глобальное и достаточно опасное. И книжное, и кинематографическое, и музыкальное, и так далее, и тому подобное. И хватит бороться за чистоту, если вспомнить их к Петрову, просто надо что-то взять и подметать, и убирать. Вот то, что делается в Камышлове, это как раз вот то самое, что вот реально подметает и убирает, в том числе человеческий душ. Это серьезный музыкант, это серьезная музыка. Если люди это будут слышать, даже не понимая, может быть, там структурно как-то это, они все равно по второму закону диалектики наступит момент, когда количество обязательно перейдет в качество. Несмотря на то, что Камышлов разменял четвертую сотню лет и имеет хороший потенциал для исторического туризма, инициативная группа сделала неожиданную ставку на туризм культурный. Пойдя по оригинальному пути, они не стали привязывать события к городу, а поступили совсем наоборот. И хотя многие скептики полагали, что идея провальна, результат налицо. Здесь как раз получилось, что раз инициатором этой идеи была администрация города, тут как раз момент получился наоборот, с точки зрения наоборот. Очень много было скептиков и пессимистов, которые высказывали, что вообще при чем здесь жаз и при чем здесь земляника. А как раз нашим сегодняшним днем мы и хотим показать, что можно сделать, как вы сказали, привязать именно события к городу. Как раз можно найти изюминку и сделать хорошее дело, которое со временем к нему все привыкнут. И это может быть уже само собой разумеющейся. Как раз нужно что-то делать, прежде чем критиковать, нужно что-то делать. То есть всегда очень легко сидеть в сторонке и говорить, что эта идея плоха, другая идея плоха. Да, может быть идея джазового фестиваля и земляничного несовершенна, но тем не менее она уже воплотилась в жизнь. А те, кто говорят, что ничего у вас не получится, ну я не знаю, я считаю, что нужно наоборот присоединиться и помочь чем-то. То есть каждому внести свою лепту. Если каждый будет помогать, то тогда этот год вообще крутой праздник, я считаю. Путь от появления ей до ее воплощения труден. Однако опыт Камышлова должен быть полезен и другим муниципалитетам Свердловской области. Тем более, что пример фестиваля Урал-Терра-Джаз напрямую влияет не только на не очень понятные рядовому жителю рейтинги и статусы, разительно меняется даже внешний вид города. Первое, что я прошу, если кто-то останется до вечера, посмотреть ситуацию по мусору и по поведению людей, кто будет присутствовать на фестивале. У нас две площадки. Одна на площади, она доступна, и вторая площадка на стадионе, она 100 рублей. Условный такой взнос, да? Значит, в прошлом году, когда фестиваль закончился, нам на стадионе, мы не убирали на стадионе мусор. Его не было. Не было окурков, бумажек, бутылок, банок, ничего не было. Значит, и вторая площадка, городская площадка, где обычно проводится в городах, ну вот здесь есть, наверное, с других городов. Вы знаете, что там после этого остается, да? Куча мусора, банок, бутылок, ну, улица такие. Поэтому отсекло, как бы, получилось отсечение города, и город разделился на две части. Это первый такой момент. Я вам скажу, что задача поставлена весь город сделать вот этим фестивалем. Важно понимать, что любая хорошая идея может иметь логическое продолжение. Руководствуя с этим, организаторы не стали почивать на лаврах, и вот уже в этом году Камышлов принимает не только гостей и участников джазового фестиваля, но и предлагает отведать свою новую изюминку, а точнее земляничку. Фестиваль «Земляничный джем», который уже напрямую связан с историей города, известного своими богатыми ярмарками. В мире уже есть аналоги таких симбиозов. Однако нечто подобное в России можно увидеть впервые. В Лиле есть фестиваль фортепианный классический, который связан с фестивалем Мидий, потому что Лиле – это столица Мидий. Такие вещи происходят, но они редки и очень любимы народом. Поэтому мы все очень рассчитываем, что вот такая… Это, собственно, у меня просто то, что называется, вылетело слово, я даже тогда на него внимания не обратил. Это Михаил Николаевич вцепился в идею и просто взял ее, значит, и реализовал. И приписал авторство мне. Но у меня это, честное слово, просто вылетело. Значит, я сидел, а вот хорошо бы сказал, я и тут же про это забыл. Кроме привлечения туристов, подобные фестивали выполняют функцию образовательную, направленную на повышение культурного уровня самих горожан. Особое внимание следует уделять этому хотя бы потому, что фестиваль когда-нибудь заканчивается, а жить в культурном обществе приятно всегда. Кроме хорошей музыки, жители провинции зачастую лишены возможности попасть даже на театральную постановку трупа из областного центра. Вообще мы планируем в сентябре собрать всех глав, именно глав, не их заместителей, не начальников управления культурой и поговорить о том, как территории работают с филиалами нашей филармонии, с виртуальными залами. Потому что вокруг этих точек должны собираться учителя, врачи, то есть те, кого мы называем интеллигенцией, их ученики, их дети и так далее и тому подобное. Это происходит далеко не всегда. Очень часто это становится уделом узкого круга пенсионеров, пенсионерок и так далее. Это очень печально. И этим надо серьезно заниматься, в том числе и административно. Можно много говорить о самобытности фестиваля, о положительном влиянии на людей, живущих вдали от культурных центров, развитии современной инфраструктуры. Все это требует финансовых затрат и немалых. Естественно, возникает вопрос, есть ли динамика развития поступления инвестиций в городскую казну. Подвижки видны, но, во-первых, в этом году уже больше наш внутренний бизнес муниципальный поднялся. Хотя недостаточно. Многих вещей, которые мы в прошлом году им предлагали, все-таки не сделали. Допустим, люди, видите, сидят на земле где-то на лавочках, хотя мы предлагали продавать коврики пляжные, чтобы люди могли просто сидеть, отдыхать на траве. Цель – это, да? Как-то не среагировали. Многие вещи по питанию, по гостиницам, хотя инвесторы уже появились. Появились инвесторы, которые готовы вкладывать в этот фестиваль, понимая, что за этим будущее. Я думаю, что с каждым годом их будет увеличиваться, количество инвесторов. Потому что в этом году мы полностью без финансовой поддержки области, финансы чисто муниципальные. И только и спонсоров больше нечей. Как отметили многие гости фестиваля, он сломал стереотип проведения праздников в провинции. Хочется верить, что и артемовцы всерьез задумаются над тем, чтобы организовать у себя что-то из ряда вон выходящее. Есть первые ласточки, которые демонстрируют нам, что уже пора начать предпринимать активные действия в этом направлении. Иначе мы рискуем остаться на обочине как экономического развития, так и развития культурного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...